Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите программу «Время говорить». Разговор, как обычно, пойдет о сегодняшних рязанских событиях. Главное на сегодня в кратком изложении. Ситуацию с загрязнением в южном промузле Рязани и Дашково-Песочни сегодня прокомментировали в природоохранной прокуратуре и региональном правительстве. Столкновение поездов в Борках. Железнодорожники провели тематические учения по отработке действий в условиях ЧП. Парки хорошеют. В Рязани идут масштабные работы по благоустройству городских парков и скверов. Самый масштабный проект на сегодня работы около Дворца молодежи. А теперь обо всем подробнее. Сегодня мы получили комментарии природоохранной прокуратуры по поводу ситуации с загрязнением рязанского воздуха выбросами нефтезавода. Как известно, сейчас в этой связи активизировалась общественность. Песочинский народ собирает подписи в обуздание предприятия. Экологический рязанский альянс заявил, что будет добиваться реального решения проблемы загрязнения воздуха, которая вновь обострилась. Эровцы требуют от начальства РНПК наладить эффективную сероочистку, модернизировать сооружения для очистки сточных вод и предоставить возможность общественного контроля за выполнением работ. Вот что сегодня нам сообщили в Рязанской природоохранной прокуратуре. Анализ, который проведен экологическими службами области, показал, что все-таки наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит нефтеперерабатывающий завод. Вклад остальных предприятий, он ничтожно малый и, в общем-то, их влияние не доходит до населенных пунктов, вот до этих микрорайонов. Также сегодня на заседании регионального правительства заявление по поводу экоситуации в Рязани сделал губернатор Олег Ковалев. Источники проблем у нас давно уже определены. Мы знаем, что это очистные сооружения РНПК. И, как вам известно, после перехода РНПК в состав Роснефти, нами было подписано соглашение с Роснефтью, в котором одним из пунктов стоит реконструкция очистных сооружений, в том числе и мехочистки, которые находятся на территории завода. Стоимость реконструкции очень большая. Это порядка 50 миллионов долларов. Но Роснефть идет на это, и сегодня выполняются проектные работы. Проектные работы. И по завершению проектных работ специалисты Роснефти должны будут приступить к реконструкции тихо-чистны. Мы со своей стороны делаем все возможное для того, чтобы ускорить включение в работу, в реальную уже работу по реконструкции Роснефти. К другим темам. Сегодня ночью в Москве на юго-западе сгорел автосервис. Два человека погибли, еще четырех пожарные спасли. Под мастерский был приспособлен первый этаж здания на улице Вернадского. Кадры пожара публикуют информагентство LifeNews. Оно же сообщает о том, что тело первого погибшего обнаружено под завалами, обрушившиеся кровли. Второго нашли уже ближе к утру, также в развалинах. Так что автосервисы – вещь, так сказать, вспыльчивая. И это не только в Москве. Мы уже показывали репортаж о том, как у нас в Рязани погорел один из автосервисов. Причем в буквальном смысле слова. Позже к нам обратилась владельца несчастного автомобиля, нашедшего погибель в огне пожара. Казалось бы, дело ясное. Ущерб пострадавшей хозяйке надо возместить. Однако те, кто всю жизнь живет в России матушке, хорошо знают. Закон может быть у нас такой же мертвой недвижимостью, как и напрочь сгоревшее авто. Рассказывает Оксана Тебенихина. Эта история началась еще в марте. Лариса Кочеткова отдала свой автомобиль в один из крупных рязанских автосервисов на ремонт. Спустя две недели девушка обнаружила свою иномарку полностью выгоревшей. В боксе сервиса случился пожар. Автомобиль находится на территории индивидуального предпринимателя Кочеткова Александра Алексеевича по причине того, что он решил законсервировать его, о чем сообщил меня в письменной форме и поставил на платную штрафстоянку, как он ее назвал, на его же территории, на территории его автосервиса и предложил мне платить за это по 100 рублей в сутки. Но с тех пор свой автомобиль я не видела, оплату за его стоянку пока тоже не производила. И является ли его такое предложение правомерным, таким вопросом я не задавалась. Но, по-моему, тут и так понятно, что это, наверное, был способ показания морального давления с целью, чтобы мы, наверное, забрали автомобиль в том виде, в каком он есть. Вот уже больше двух месяцев Лариса пытается добиться от хозяина автосервиса хоть каких-то внятных объяснений. И вроде ситуация ясна как день, только с решением ее все темнят. Человек, у которого повреждена вещь в результате выполнения каких-либо работ с этой вещью, в данном случае автомобиль, вправе требовать возмещение убытков в полном объеме. При этом дается трехдневный срок, в течение которого аналогичный товар, аналогичные изделия должны быть предоставлены человеку, у которого данная вещь повреждена. Если этого не происходит, то потребитель вправе требовать двукратную стоимость. В данном случае, опять-таки, речь идет о независимой экспертизе, о стоимости, предъявлении претензий, в случае отказа человек вправе обратиться в суд. А в Борках сегодня вообще спасали пострадавших при столкновении поездов. Дело для нас, слава богу, небывалое. Это про столкновение. Железнодорожные оперативные службы отрабатывали действия в экстремальных условиях. С места события Наталья Новикова. По статистике, как ни странно, самым безопасным видом транспорта является воздушный. На втором месте по безопасности транспорт железнодорожный. Тем не менее, ситуации в жизни случаются разные, и готовыми лучше быть практически ко всему, особенно людям, от которых зависит жизнь других. Сегодня в Борках железнодорожники совместно с городскими службами проводили учения. Был имитирован сход с рельс пассажирского поезда. МЧС, пожарные, полиция, медики. Все, кто должны быть задействованы в этом случае, устраняли последствия аварии и спасали людей. Такие учения – это хорошая возможность отрепетировать все действия в условиях чрезвычайной ситуации и проверить, насколько слаженно могут работать люди, насколько подготовлены техникам, происходящие максимально приближены к действительности. Учения прошли удачно. Поезд возвращен на рельсы, на люди спасены, последствия ликвидированы. А вот действительность такова, что сегодня же в Подмосковье произошла авария практически по сценарию. Столкнулись пассажирские и грузовой поезда. Пострадали 15 человек, четверо погибли. Сегодня мы продолжаем отслеживать ход работ по реконструкции Рязанских парков. Так, вчера нам сообщили жители улицы Горького и порадовались по телефону на свой новый сквер – это пересечение Горького и Веденки. Давно, надо сказать, не получали мы таких спасибо в адрес городских служб. Вот что было в начале работ, когда местный народ опасался, не построить ли тут многоэтажку. А вот оказалось, что ничего плохого-то не будет, а будет лишь хорошее. Сегодня мы воочию убедились. Скверик-то вот он, и лавочки, и скамеечки, и деревья, и газоны, и дорожки. В общем, все как у людей. Напомним, неподалеку стоит дом, в котором жил волшебник-ботаник Иван Мичурин. В честь великого соседа было решено высадить в сквере дендроколлекцию из хвойных и лиственных пород деревьев. В общем, повезло народу. Да и Мичурин, может сказать, помог. Но, пожалуй, самые масштабные работы кипят в сквере вблизи Дворца молодежи и храма Иоанна Кронштадтского в Гороще. Об этом в телезаметке Оксаны Тебенихиной. Политаевский парк, как его называют рязанцы, напоминает строительную площадку. Когда-то сквер за Дворцом молодежи являлся живописной рощицей, но этого никто и не помнит. Потом он превратился в неприятный пустырь. И пошли разговоры о грядущей его застройке многоэтажками. Продали наш парк делягам. Теперь и не увидим его. Сетовали жители и собирались писать президенту в ООН и в местный ЖЭК. Однако пришли другие времена, и строительные проекты многоэтажных коробок переместились в другие места. В парке постепенно появились детские площадки, простенькие лавки, которые тут же поломали. А вот дальше дело не двигалось. Зато после того, как здесь, на краешке сквера, выстроили красавец храм во имя Иоанна Кратштадтского, стали происходить поистине чудесные перемены. Во-первых, появились вымощенные светлой плиткой дорожки, рядом с ними стилизованные под 19 век лавочки и фонари. Площадки для ребят не починили, но работы продолжаются и до сих пор. Вокруг сквера делают ограждение, идет ремонт прилегающих тротуаров. Намечены новые парковые дорожки. И вообще, работа кипит. Работы мы так планируем завершить где-то к концу мая. Это мы благоустраиваем территорию парка, выкладываем пешеходные дорожки. Плюс мы будем оборудовать детскую площадку резиновым покрытием. Также там вокруг сквера, вокруг парка обустраивается ограждение. Оно носит и декоративный характер, она, как многие жители города Рязани, беспокоится о том, что это будет закрытая зона. Это не так. Она будет, эта зона общедоступна для населения Рязани. Так вот и позавидуешь местным жителям, которые готовятся к лету выходить на прогулки, совершенно новый сквер. И еще наши источники сообщают, что в середине июня в Рязань намерен приехать с визитом святейший патриарх Кирилл. И надо думать, что мимо самого нового рязанского храма его не провезут. А посему и благоустройство парка надо завершить вовремя. Ну, поживем, увидим. Сегодня большая уборка прошла на Льговском побережье Аки. Организовали эко-проект сотрудники известной женской колонии. Они при содействии студентов РГУ и местных школьников провели субботник, а за ходом работ волонтеров наблюдала Олеся Харлина. 20 мая все волжские города отмечают День Волги. Традиционно активисты и волонтеры выходят на берега реки и приводят ее в порядок. В наших широтах водоемы помельче, но вот чем не уступают, так это количество мусора, решили сотрудники Льговской колонии и тоже организовали акцию «Чистая река». Весь личный состав, оставленный на период реконструкции в воспитательной колонии, а также студенты РГУ и местные школьники вооружились большими мешками и отправились на ближайший пляж. Этот пляж пользуется популярностью постоянно. И какой популярностью он пользуется, мы видим сегодня половину 12-го, когда приедет машина за мусором. Отдыхающих летом здесь очень много, но почему-то после отдыха мы видим вот то, что сейчас убирают наши дети. Отдыхают с таким размахом, что одного грузовика будет мало. Пятиклассники грустно вздыхают, собирая очередной пакет. Было очень много бутылок с водой, стеклянных бутылок разных форм. Очень много мусора. Вы когда сами отдыхаете, после себя убираете? Да. Что бы вы сказали взрослым, которые так себя некрасиво ведут и после них остается столько мусора? Нужно беречь природу, нужно убирать за собой весь мусор, чтобы природа была чистой. В прошлом году подобное мероприятие было посвящено Дню леса. Вот и воспитываем новое поколение. На словах говорим как нужно, а на поверку они же, школьники, убирают за нами взрослыми пивные бутылки и мусор. Стыдно и грустно. Так давайте воспримем предстоящее лето как возможность исправиться. В Рязани продолжается Всероссийский библиотечный конгресс. Напомним, в этом году наш город стал библиотечной столицей России, а потому и такой масштабный проект проходит именно у нас. Тема конгресса библиотеки в год культуры. О дне сегодняшнем в работе конгресса рассказывает Ирина Ковалева. В третий день работы Всероссийского библиотечного конгресса в областной научной библиотеке имени Горького открылась 15-я выставка книжной продукции и оборудования для библиотек, музеев и других учреждений культуры. До чего дошел прогресс. Участникам конгресса и другим посетителям выставки рассказывали разработчики новейших многофункциональных систем, большая часть которых специализируется на автоматизации библиотечных процессов. С их помощью возможно упрощенное проведение инвентаризации и даже процессы выдачи книг. Вот такая установка автоматически записывает до 10 взятых книг на электронный читательский билет, а специальные ворота оповещают звуковым и световым сигналом о незаписанных читателям ресурсах. С помощью таких ворот осуществляется не только противокражная функция, но и функция статистики. В результате библиотекарей, а для них это очень важно, эта функция позволяет автоматически учитывать посещение, посещаемость читателей и оборот фонда, то есть какие книги берутся чаще и какие реже. Также здесь представлена система адресной доставки книг с помощью так называемого телелифта. Он представляет собой монорельсовую транспортную систему, доставляющую книги из книгохранилища в читальный зал или на абонемент. Конечно, подобное устройство интересует в основном участников конгресса, а вот рядового посетителя больше заинтересовала выставка книжной продукции. Огромное количество литературы самых разнообразных жанров по ценам от производителя, то есть фактически в 2-3 раза меньше, чем в книжных магазинах. Но даже если не купить книгу, а просто вот побыть, походить между выставочными стеллажами, увидеть в одном месте такой и не в магазине, такое обилие, такую книжную роскошь, это уже огромное удовольствие. Еще один уникальный экспонат выставки – передвижная библиотека для детей. Подобный библиобус в Рязани увидели впервые. Руководство библиотеки имени Горького надеется, что когда-нибудь такие автобусы будут и в библиоарсенале нашего города. На сегодня у нас все. Ждем продолжения информационной панорамы дня в программе «Подробности». Завтра в стране горячо отмечается самый холодный праздник – День полярника. В этом году его отмечают во второй раз, а установлен он в честь открытия 21 мая 1931 года первой советской дрейфующей полярной станции «Северный полюс-1». Накануне праздника несложно догадаться, кто займет гостевое кресло нашей студии. Проект подробностей, конечно, это знаменитый полярный путешественник, автор беспримерных северных переходов, герой России, почетный гражданин Рязани Михаил Малахов. Так что ждем встречи с нашим знаменитым путешественником. С ним будет беседовать Олеся Харлина. А мы расстаемся. До завтра. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин